Повелитель металла 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 от которых вреда не больше, чем от расплавленного целлофана. Медная карта позволит использовать точечные огненные заклинания, например, огненный шар или огненное копье. Пара сотен градусов температуры, практически моментально создаваемые в одном месте, позволяют относиться к такому человеку с уважением. Серебряная карта — это уже массовые заклинания. Метеор, огненный дождь. Тут главное самому от них не пострадать. И, наконец, золотая карта — это уже полное воплощение стихии. Ты можешь стоять в центре огненного ада, и он тебе не повредит. Наоборот, наоборот, сможет защитить практически от любой угрозы. И такая сила попала в руки обычных людей. В книжках про постапокалипсис государства быстро теряют контроль над ситуацией, и начинается анархия. Власть захватывает бандиты, военные и просто ушлые люди. На самом деле все пошло не так. Чтобы чего-то добиться в такой ситуации, нужно было собрать вокруг себя сильные карты, и ресурсы государства позволили сделать это быстрее всего. Единая и сильная Родина для русского человека — это не пустой звук. Несмотря на все передряги, многие готовы встать под это знамя и бороться до конца. Нас было девять. Я и еще восемь золотых карт. Тех, кто смог удержать страну. Мы уничтожали малейшее сопротивление, и я верю, что спасли миллионы жизней. Михаил — молния, Степан — облако, Игорь — вода, Сергей — грязь, Антон — кость, Катя — кровь, Ира — лед, Армен — свет, и я — Алексей — металл. Мы все приехали сами в Москву, сразу после обращения президента, попросившего встать на защиту страны. Попросить? Это же так просто и так сложно одновременно. Целый месяц мы мотались из одного уголка России в другой, спали только во время перелетов, но дали необходимое время. За эти такие короткие 30 дней успели наладить взаимодействие и продумать стратегию работы для отрядов серебряных и медных карт, и, главное, развернули систему контроля. Всю страну покрыла сеть спутников, отслеживающая использование заклинаний с их носителей. Пока карта не используется, заметить ее невозможно, но стоит ей проявиться, как металл карты может засечь и отобразить в системе моя кровь, кровь повелителя металла, зачарованная повелительницей крови. И даже сейчас, после моей смерти и утраты сил, система работает как часы. Каждое использование карты засекается, и если оно не санкционировано, на место отправляется специальный отряд. Пока мы занимались своими внутренними делами, весь мир продолжал жить и по-своему справляться с последствиями появления карт. Южная Америка, Австралия и Африка превратились в бурлящий котел, куда у всех сразу же пропало желание соваться. США за два дня поглотили Канаду и замерли, выстраивая новую государственную систему. У них, как и у нас, очень сильная единая государственная идея, и есть много сильных обладателей карт, готовых воплощать ее в жизнь. Страны Азии, благодаря своему патриархальному укладу и консерватизму, прошли через изменения мира практически без последствий. Восточная мудрость восторжествовала над былыми обидами, и ни один конфликт так и не перешел из стадии холодного в горячую. А вот Европу ждал сюрприз. Англии досталось несколько сильных золотых карт, и благодаря небольшому размеру, быстро наведя порядок внутри, она обратила свой взгляд на материк, очень быстро захватив Францию и Испанию. Все думали, что они остановятся, но через неделю был нанесен удар по Италии, Швейцарии и Германии. Тогда мы впервые узнали, что победитель может использовать карты побежденного и даже передавать их другим людям. А потом открылся первый портал в ад. И сейчас, оглядываясь назад, мне начинает казаться, что это было лучшее из того, что происходило за последнее время. Орды, тварей, погонщиков, демонов, воинов и повелителей, и, конечно, сам архидемон, повелитель армии вторжения. Первый и единственный, с которым мы пока столкнулись. Нас собралось тогда 33 золотых карты, и мы смогли его развоплотить. Я нанес последний удар и получил в награду матовую черную карту с одной единственной надписью. Судьба. Тогда, лежа среди развороченной земли и руин, мне казалось, что теперь-то мы все объединимся, чтобы справиться с общей бедой. Но демоны не спешили снова к нам вторгаться. И через неделю мы уже строили с их стороны первый форпост. А через две Англия вторглась в Скандинавию и Украину. Иллюзия мира была растоптана, и мы больше не могли уже это игнорировать. То есть экспансию нужно было остановить, или следующими под удар попали бы уже мы сами. Правительству казалось, что одного нашего присутствия окажется достаточно, чтобы остановить военные действия. Но храбрости британцам оказалось не занимать. И вот мы сошлись в схватке с Натаниэлем. Хотя еще недавно плечом к плечу сражались с демонами. Его воплощением стал огненный дракон, не тощая змея, как рисуют китайцы, а мощная машина смерти, оказавшаяся ожившим скандинавским мифом. Я же предпочитал обычный меч и тяжелые доспехи, запавшие мне в память с картинки рыцаря времен битвы при Пуатье. Обычный человек без боевого коня в них смог бы сделать разве пару шагов. Я же мог даже летать. Как сражаются золотые карты, мы отрезаем противника от его стихии. А потом, когда ему неоткуда взять силы и некуда увернуться, развоплощаем одной мощной атакой. И я побеждал. Гигантский стальной купол сжимался, сминая здание и оставляя все меньше места для маневра. Дракон еще пытался атаковать, но все его атаки отбиваются, только приближая его конец. Он проиграл с самого начала, решив посостязаться со мной в голой силе. Металл всегда будет сильнее пламени. А вот и последняя отчаянная атака. Такой добивают и разуплощают ослабевшего противника. Он вкладывает в нее все силы. Но у меня их еще полно. Теперь мне стоит просто отойти в сторону, пропустить мимо себя эту атаку, и мой следующий удар будет последним. Неужели я наконец-то смогу отдохнуть? Сзади раздался тихий вскрик, и время остановилось. Я двигаюсь очень быстро, но никогда до этого не сталкивался с замедленным восприятием. Твоя скорость не замедляет других, не ускоряет восприятие. Просто ты сам двигаешься быстрее. И все. Здесь же я как будто смотрел одновременно в две стороны. За моей спиной, из обломков старенького Пежо, выглядывает девушка. Я не вижу ее целиком, только лицо. Некрасивый искривленный рот, ссадина на правой щеке и родинка на левой. Длинные рыжие волосы и немного раскосые расшившиеся глаза. Зеленые с красным. Один цвет принадлежал им, другой — это отражение летящего заклинания англичанина. Откуда она здесь взялась? Чертов, Натаниэль! Почему же ты впустил меня в заклинание именно сейчас? Случайность ли ты знал? Если я отойду в сторону, то победа за мной, но эту девушку разнесет в клочья твое заклинание. Не только тело, но и душу. А мы, столкнувшись с демонами, не можем теперь относиться к этому, как раньше. Мои руки по локоть в крови, но с тех пор, как мы, пройдя в портал, разрушились пару сотен жертвенных пилонов и услышали в голове призрачные голоса, шепчущие благодарности, с тех пор я не отнял еще ни одну жизнь. Даже на этот бой мне пришлось настраиваться несколько часов, прежде чем я почувствовал себе силы дойти до конца. И теперь, за доли мгновения, мне нужно принять решение о чьей-то судьбе. Хватит мямлить. Ничего не исправить. Алексей Роков, золотая карта, повелитель металла, сделай уже, наконец, свой выбор. Шагни в сторону, пропустив смерть мимо себя или умри, чтобы жила эта идиотка, каким-то образом избежавшая эвакуации. Если на душе становится легко, когда делаешь правильный выбор, то я не ошибся. Собрав всю свою силу перед собой, принимаю удар. Русские не сдаются, но иногда наших сил недостаточно, чтобы победить. Металл просто испарился, и огонь поглотил мое тело. Сначала руки. Когда от них остался только пепел, он перебросился на тело. Я продержался достаточно, теперь силы огня не хватит, чтобы двигаться дальше. Можно расслабиться и обернуться. Последнее, что я увидел, были глаза, в которых смешалась зелень, кровь, огонь и маленькая черная точка. Карта, которая досталась мне от архидемона, карта судьбы. Тогда я и умер, оставив после себя кучу пепла и золотую карту металла, которая досталась Натаниэлю как победителю. Я висел в темноте, с разных сторон горели огни, и я все никак не мог решиться, в какую сторону двигаться, как тьма передо мной обрела форму. Черный прямоугольник, покрытый замысловатой вязью теней, который я рассматривал не один вечер, моя черная карта. И тогда вместо света я потянулся к ней, но стоило моим пальцем к ней прикоснуться, как она разлетелась вихрем черных снежинок, а я снова оказался на земле. Живой, но совсем не желающий этого. С момента моей смерти прошло два дня. Натаниэль, получив мою карту, предложил прекратить кровопролитие, за что и получил свое прозвище «Миротворец». И наши, и британские политики же, как раз оценив перспективу освоения демонических земель, ухватились за эту возможность, чтобы прикрыть тылы, так что были заключены не просто мирные, но и союзные договора. Все силы было решено направить на экспансию за портал. Хотя, может, я и не прав. Может, они все просто испугались тех изменений, что произошли тогда. После моей последней битвы мир опять изменился. Уже недостаточно было просто взять в руки более сильную карту, чтобы суметь ее управлять. Нужно было получить достаточно высокий уровень. И это еще не все. Каждый десятый уровень закрыл замок, который могут снять только эманации смерти сильного демона или носителя карты этого и более высокого уровня. Надо постараться отвлечься от этих мыслей все уже в прошлом, и этого не изменить. Посмотреть видеотрансляцию церемонии. Можно будет увидеть старого врага вживую. Жалко, что не заметил эти кнопки раньше. В первые дни своей второй жизни, хотя и не хотел возвращаться, активно интересовался новостями. Изучал всю информацию с полей последних битв. Хотел узнать... Да, хотя бы себе не буду врать. Я хотел найти информацию о той девушке. Убедиться, что она выжила. Что я умер не зря. И я в деревне этой практически из-за нее очутился. Бесцельно шел по городу, как женщина с зелеными глазами спросила. Хочу ли я присоединиться к их общине, отринуть цивилизацию и жить в единении с природой? Мне было все равно. Но зеленые глаза заставили сказать «да». Включить. И в заключении позвольте сделать личное заявление. Натаниэль ни капли не изменился. Держится также надменно, глядя на всех окружающих свысока. «Конечно», — засуетился ведущий. «Все мы помним, к чему могут привести ваши заявления. Так что с радостью послушаем еще одно. Позвольте вам представить мою невесту. Вчера мы обручились и назначили свадьбу на конец года». «То есть еще шесть месяцев», — проявил смекалку ведущий. Но я его не слушал. Все пролетело мимо сознания, сосредоточившегося на одном единственном лице, таком знакомом. Я столько раз его видел, зеленые глаза, родинка на левой щеке. Девушка, спасенная мной два года назад, стала невестой Натаниэля, человека, пытавшегося ее убить. Да что ж творится в этом мире? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова